Дорогая трансляция интерконтинентальной. Уважаемые коллеги, я рад вас видеть здесь. Рад по целому ряду причин. Рад видеть тех, кто пришел сейчас. Не менее рад, и мы все будем рады видеть тех, кто придет в течение дня, потому что значительная часть выступающих принимает отчаянные экзамены, зачеты. У аспирантов, хвостистов и тому подобных коллег по разным розам города и подъедет к концу пленарного заседания, к началу секционных заседаний. Я рад, что я здесь изображаю в своем лице ректора местного заведения и проектора по науке, которые тоже по положительным причинам отсутствуют, поэтому я придаю вам приветствие от их. По секционным заседаниям они пройдут обязательно и на общение выступающих в частях конференции также присоединятся. А еще более рад я одному обстоятельству, немножко такому казусному, потому что ваш покорный слуга в нумерации конференции обсчитался. Ибо это не 19-я, а 20-я платоновская конференция. Таким образом, у нас своего рода юбилейное мероприятие. Если бы я это сосчитал в начале мая, когда рассылал информацию, то мы бы из этого устроили пиар-акцию самую настоящую. Но поскольку, видите, тут вот такая есть количество конференций, количество лет существования платоновского и петербургского общества, оно непонятно чисто арифметически не совпадает, потому что 20-й общества будет только в 2003 году. На конференциях это уже у нас с вами 20-й, потому что начался 20-й год существования этого образования. Поэтому я нас с вами поздравляю с этой годовщиной, неожиданно открывшейся. Собственно, не мне, даже отбитый Сергеевич Кудыбарил. Спасибо ему, что он заметил эту вещь, что у нас получается в годах провал. Одна конференция, получается, в два раза называется одним и тем же номером. Вот. Я очень рад, что мы собрались, потому что, честно говоря, коллеги из, целый ряд коллег старших здесь присутствующих знают, что, в общем, я даже и не предполагал предложить проведение июньского мероприятия нашего традиционного, по той причине, что в сентябре, 6-го, 8-го сентября совместно с РГГУ в Москве, точнее даже с школой, пустотехологической школой, представители которой присутствуют здесь, ну а также еще рядом институции московских, будет проведена большая международная платоновская конференция, что 8-го сентября и целый ряд искали их здесь присутствующих, те, которые подойдут побольше, будут в ней участвовать и, собственно, приглашаются к посещению и участию все коллеги в разной форме. Но, тем не менее, платоноведы петербургские изъявили желание, чтобы в июньском традиционном заседании уже прошло. Даже когда придумалось название конференции совсем экзотической, линго-философия Платона, тем не менее, поступило больше 25 заявок от желающих выступить на эту тему. Ну что ж, все какие возможные усилия были предприняты, чтобы этого мероприятия не было, и я чувствовал конфуз, за который надо будет краснеться номером 20-го мероприятия. Однако оно начинается, значит, что называется, человек предполагает, а Платон располагает. Также я хочу обратить внимание на сайт, адрес которого написан здесь, и, ну, собственно, адрес, который мы с вами разошлем в ближайшее время, это адрес Платоновского, Тербургского, Философского общества электронный. Некоторое количество времени этот сайт находился в латентном состоянии, но вот сейчас он обновляется, и вся информация о нашей деятельности, о деятелях наших коллег, товарищей и соорганизаторов других конференций будет на нем появляться, материалы конференции будут на нем появляться. Ну и, соответственно, вот тот электронный Gmail адрес, с которым осуществлялась рассылка, мы будем считать официальным адресом электронных данного сайта. Ну вот, вводные слова я на этом, с вашего позволения, завершаю. И, если не возражаете, мы с вами приступаем к нашим заседаниям, тем более, что все присутствующие на пленарном заседании присутствуют. Изважает Анна Сергеевна мой, коллега по ведению пленарного заседания. И с удовольствием вставляем слово Сергею Витальевичу Никоненко, доктору философских наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета, который представит нам тему «Платоновский мир идей и эссенциализм Гудмана Крипке. Сравнительный анализ» Продолжение следует...